Как самочувствие? Самочувствие хорошее. Да? Посмотрим хорошо. Утром обязательный фильтр. Каждые полтора часа проветривание классов. Маски на лицах непрерывно. Так в 13-й школе занимаются почти месяц. А последнюю неделю еще и без трех седьмых классов. В них инфекцию подхватило 30% учеников. Вернулись с вынужденных каникул ребята два дня назад. Мне кажется, что большинство было позитивной реакцией. Но мне вот... Многие удивляются, но мне нравится учиться. Я бы с радостью ходила в этот период в школу. И хотя отдыхать на карантине понравилось не всем, слух о том, что внеплановые каникулы укоротят плановый, взбудоражил всех без исключения. В управлении образования его поспешили опровергнуть. Забирать выходные у школьников никто не будет. Во время болезни дети занимались дистанционно. Задания педагоги размещали в электронных дневниках. Дети эти задания выполняют. А когда оканчивается период закрытия класса, они выходят и приносят каждому учителю выполненные задания. За что получают соответствующие отметки. Это считается равноценной учебой. И никто у них каникулы не отнимет потом за этот период. Сегодня обучаются дистанционно 22 класса из 10 благовещенских школ. Те, кто болеет, проходят амбулаторное и стационарное лечение. В инфекционную больницу нас даже на порог не пустили. Говорят, пациентов там под завязку. И число их только растет. Соболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на территории города Благовещенска продолжает нарастать. Начинается активная циркуляция гриппа. В связи с чем мы, конечно, ожидаем и возможное увеличение количества внеболичных пневмоний, как осложнение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Ближайшие две недели станут пиковыми, предупреждают специалисты. Они настоятельно рекомендуют носить маски и не посещать массовые мероприятия. К концу февраля вирусы начнут отступать.